Друзья, мы на основном канале, значит хакерскую атаку нам удалось отбить. Во всяком случае, пока удалось отбить, еще ряд моментов там нужно дорешать. Но в принципе, благодаря молниеносным действиям, в том числе благодаря тому, что вы писали письма в соответствующие службы, удалось это сделать быстрее, восстановить доступ к каналу. Ну а теперь тема достаточно, как на мой взгляд, она связана со взломом, на мой взгляд, потому что нередко на моем канале озвучит правда и она неприятная для некоторых. Не будем указывать на зеленые, как говорится, лица. И то, что зеленский трус, это ни для кого не секрет, как и его администрация, так как и его СБУ. Но, как видим, они, конечно же, активистов не трогают. А вот знаете, кого они очень испугались? Прям пророчество от СБУ я бы это назвал. То есть они испугались человека с ограниченными возможностями. Чуть ли этот человек не страшнее Путина, наверное, или, я не знаю, там, страшнее даже арабских вот этих товарищей с черными знаменами. Потому что именно этому человеку с ограниченными возможностями, они спустя 7 лет вменяют такие статьи, которые, ну, извините меня, очень серьезны. Такое впечатление, что он уже прям сейчас собрался захватывать власть, прям разбежался, разогнался на своей тачке, на которой он ездит, и всех захватил. Чуть ли не один из главных страхов и врагов СБУ, потому что иначе чем можно объяснить, спустя 7 лет вдруг такую активность к человеку, который занимал государственную всегда позицию, был народным депутатом и отстаивал права простых херсонцев, потому что он представлял, прежде всего, херсонскую область, и права людей с ограниченными возможностями. Я помню про него сюжеты еще до Майдана. Это действительно очень такой талантливый человек. Однозначно они боятся этого человека, и я думаю, что примерно это звучит так, что будьте плохо себя вести, на Украину журавка нападет. И мне в данном контексте СБУ сейчас напоминает 95-й квартал или Дмитрия Гордона, когда они там что-то предрекают в своем стиле, прям какие-то бабки-гадалки. Из высосанного на ровном месте материала, как говорится. И я решил набрать Алексея, чтобы он сам рассказал, чем он так опасен для Украины, в смысле для Зеленского и в прошлом Порошенко. Материалы дела можете посмотреть на канале, телеграм-канале Алексея Журавка. Но, с одной стороны, и смешно, и очень печально. Просто посмотрите, то есть, как человека с ограниченными возможностями, насколько боятся и в чем обвиняют. Вы будете, у вас глаза будут по пять копеек. Приветствую, Алексей. Приветствую. Я вот посмотрел эти документы все, о чем мы сейчас поговорим. Чуть ли не такой, я не знаю, такой злой вообще человек, самый опасный, чуть ли не, я не знаю даже с какими сравнить. Фамилии не буду называть, но YouTube не любит всяких экстремистов. Ты чуть ли там не готовился совершить что-то на Украине такое, прям чуть ли не захват такое пророчество от СБУ. Можно было сказать от Гордона бы, да. Но в данном случае вот какие-то документы, которые, ну мягко говоря, у меня вызывают, как это можно правильно назвать, вот скажи это слово, непонимание, мягко говоря. То есть как тебя, человека, который фактически не находится, да, там скажем, уже давно в Украине, сегодня пытаются обвинить чуть ли не в свержении власти, захвате там и фактически чуть ли там президентом и собираешься что-то. Терроризм, насильник ВСУшников, потом, значит, съемки видеосюжетов, потом... А подожди, можно, а съемки видеосюжетов каких? Ну, в Донбассе. А, ну я понял. В войну, пересечение границы. То есть в Донбассе? Да. Вроде бы же что-то с Украины, как бы, то есть законно. Ну, вроде-то Украина, но это пересечение. Да. Потом, значит, вернусь к тому, что я террорист, злобный. Вот без ноги, могу показать, без одной ноги на своей тачке я хотел что-то взорвать. И своими действиями я нанес сумасшедший урон государству. Из-за меня, оказывается, развалилась уртбарка. Хотя я, конечно, полный отпад. Но знаешь, когда я посмотрел, что на меня выделили целого подполковника... Ну, мне фамилия очень удивила того следователя, который там подписан. Весловухов. Да, Весловухов. Весловухов. Да, Весловухов. Ну, Весловухов, Весловухов, Весловухов. Какая разница? Угучнев вызывает, как говорится, какой-то, ну, такой... Как будто 95-й квартал. Это мне больше напоминает 95-й квартал. А нет, это хуже. Это разрушенные человеческие судьбы. Хорошо. У меня все разрушенные, понимаешь? Во-первых, они это уголовное дело ведут для того, чтобы принять и осудить меня заочно. Во-вторых, статьи-то тяжелые. Там можно накрепить 15 лет безрукому, безногому инвалиду, калеке. То есть меня там выводят за уши такое, переводят, что просто, ну, вот, не натянешь на голову. Вот самое страшное, Зеленский когда-то клялся, что он все сделает для того, чтобы беженцы вернулись. Но ты сделаешь то же самое, то, что Порошенко со мной сделал. Понимаешь, мне, конечно, хочется сказать Херсонскому СБУ огромное спасибо. Вы подняли мой авторитет, узнаваемость, подарочек под Новый год такой сделали. Больше никак. А почему именно сейчас это всплыло? Спустя 7 лет, почему? В смысле, тебя же там нет. Нет, ну, слушай, у меня уже 3 уголовных дела есть. А теперь еще 2. Только, можно сказать, со значком один первый террорист. Без руки, без ноги. Суверенитет государство нарушил. Чем? Тем, что я правду сказал, что Порошенко убийство. Тем, что я на сегодняшний день в Херсоне предприниматели сказал им, блокируйте. И надо снести эту власть. Ну, о государстве не говорил. И тем, что я всех этих лже-татарских идиотов, которые заблокировали Крым, назвал дебилами. Вот и все. Ну, удивительная вообще ситуация. А вообще, ты можешь как-то защищаться в законном ключе от этих вот... Ну, слушай, ну, слушай, вообще-то, я писал открытое письмо, давал свой телефон. Хотите что-то от меня узнать? Пожалуйста, задавайте мне вопросы. Давайте проведем следственный эксперимент. Ну, вот эти документы, проведенный следственный эксперимент, эти документы обозначают, что, во-первых, меня посадят, и мне 100% смерть. Вот, просто меня грохнут. Вот и все. Ну, пусть, да, те, что документы, люди могут прочитать у тебя на телеграм-канале, ссылка будет под видео. Ну, мало того, я опубликовал везде в таком виде, без перевода, без ничего. Я хочу, чтобы максимально увидели. А где ж Европа? Зеленский, фактически, повторяет те же самые вещи страшные, то, что на сегодняшний день делал Порошенко. Как мне можно вернуться в Украину, что-то доказывать, что я не виноват? Ты не можешь туда отъехать, фактически. Конечно. Какое я конституционное повалы не рубил, да, по-украински. Если в 2014 году президент ИО Турчинов захватили власть, он незаконный президент ИО был. Вот, шузофрения. А мне туда вменяют указ президента. Президент, оказывается, этот указ подписал. То есть, маразм полнейший. Хорошо. А вот такая ситуация. То есть, получается, у тебя же там был бизнес в Херсоне. Может, и с этим тоже связано? Да нет. Давай не путать это. Это связано с тем, что... Ну, назовем так, что я правду говорю. А люди хотят слышать эту правду. Ну и от меня слышат. Не, ну там же в документах значится, да, что ты использовал свою страницу в Фейсбуке, там, в Ютубе для того, чтобы делать свои действия. Во-первых, бред. Это мои социальные сети. Я все, что хочу, то и пишу. Если я назвал кровавый пастор, если я назвал там Зеленский 95 квартал кровавый, я его назвал. Я своими именами пишу. Если это брехло, он брехло. Он обманул весь народ. То есть, получается, они тебя боятся. То, что ты рассказываешь. Да. А зачем мы вообще, в принципе, то есть, для того, чтобы ты не заехал обратно в Украину, они все это делают, правильно? Ну, это первое. Второе. Прикрепить мне всякие, будем говорить, ну, страшные статьи, что вот такой, смотрите, без руки, без ноги, а он хуже бандита. Ну, представь себе, я вот с этой рукой насиловал ВСУшника, которым снимал и заставлял его, чтобы он говорил на камеру, что к нему хорошо относятся. Эти видео есть, но никто его не насиловал. Я, ну, что я могу против вот такого сделать? А я вот такой колобок, полчеловека. Ну, бред. Тем, что я сказал правду, что ВСУшники обстреливают сегодня свой же украинский народ в Донбассе. Так это я видел. Я видел эти могилы, деточек. Я видел эти сожженные дома. Вот и все. То есть, чисто, чисто за правду, чисто за, как говорится, свою позицию. Ну, какой ты видишь выход с этой ситуации? То есть, какие действия? У меня выход один. Вот этому Веслоухову или Аслоухову я буду подавать в европейские инстанции. Я буду свою честь и достоинство защищать. На колени я не стану. Я и на них и так стою всю жизнь. С детства на коленях. Ниже этого я не упаду никогда. Они от меня этого не дождутся. Я не признаю эту власть. Я не признаю предыдущую власть. Для меня это преступники, мошенники, убийцы собственного народа. И все. Единственное, я прошу всех объединиться и опубликовать эти документы. Это вообще страшно. Подумать. Теперь я понимаю, почему в данный момент они так зверски открывают эти тюрьмы политические. Теперь я понимаю, почему люди исчезают. Потому что самые настоящие фашисты в этом СБУ. Ну, сейчас, ты сам знаешь, идет расследование на том же канале КРТ. Как раз вот эти все темы поднимаются. И там очень много страшного. Вот ты сейчас рассказываешь. В принципе, это в продолжении вот этих всех вещей. И, к сожалению, Европа, я так понимаю, она не понимает, ну, во всяком случае, ввиду своих институций, насколько глубина вот этой всей проблемы. Нет, ну, я могу открытую. И не скрываю, кто мне жизнь сломал. Майдан, 2014 год. Это соучастники Майдана Европейского, будем говорить, Совета. Это Франция в лице президента того. Германия в лице канцлера и министра международных отношений. Это непосредственно Польша. Но не поляки все, а на то время министры, которые не сдержали свое слово. После этого у нас идет Зеленский. И вот это все котло. Они мне судьбу сломали. Но я за нее борюсь. Я за правду борюсь. Люди добрые. Посмотрите, что с вас делают. Неужели вы не понимаете, как можно безрукому, безногому принимать статью террориста, объяснение, куда я эту гранату должен засунуть? Неужели я похож непосредственно на самоубийцу? Я жить хочу. Да, я говорю, что очень печальная ситуация, преступная ситуация. Но я думаю, что со временем все-таки это решится в нормальном ключе через судебные инстанции. Потому что как-то какой-то все это 95-й квартал. Но просто действительно, к сожалению, очень трагический какой-то квартал. Я только через тебя могу обратиться к Пислоухову, что рано или поздно придется за вот это вот подделку документов, искажение фактов. И придется нести ответственность. И как ты будешь своим детям смотреть? Вы там в СБУ украинском, херсонском. Как вы своим детям будете смотреть в глаза? Я сдохну. А ведь эта правда все равно выйдет. Эти документы будут опубликованы. Что страшное делала эта украинская власть? А вам не стыдно ли будет перед детьми? Мне за себя полбеды. Все. Я свою жизнь понял. Я на стороне правды. Для меня история это моя. Для меня советский солдат всегда будет героем. Для меня Советский Союз это будет мое. Я в нем вырос, я в нем родился. Я в нем и помру. Для меня Россия, Белоруссия, Молдова, Руссия, Армения и все остальные другие страны постсоветские это для меня братские народы. И вы меня не переубедите. Только уместительная сила. И Украина будет сильная только тогда, когда за эти преступления виновники того сторожаства понесут наказание. Вот и все. Благодарю, Алексей. Я надеюсь, что это будет решено. И будем, конечно, следить за ситуацией периодически. Мониторить. Но тоже подадим, естественно, в европейские структуры определенную информацию через журналистское сообщество. В том числе осветим эту проблему. Потому что люди должны знать, что происходит в Украине. А не то, что рисуют какие-то картинки. Да, вот разные вот такие вещи, которые... Ну, я уверен, что нельзя оставлять безнаказанными. То есть это должно быть проведено расследование. И, соответственно, виновные должны понести справедливое наказание. Ну да, вот я Зеленскому помахаю своей ручкой. Благодарю, Алексей. Благодарю. Надеюсь, что все будет у тебя хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...